Ну что, здравствуйте. У нас все включено, все готово? Меня зовут Юрий Насердей, я заместитель начальника инспекции. Но в настоящее время курирую как раз отдел регулирования задолженности. Этот отдел сегодня в центре внимания. Почему? Потому что у нас вводится единый налоговый счет. Вы знаете, законопроект первое чтение прошел. С 2020 года планируется уже нам работать в новом режиме. Этот счет позволяет более тесно с нами взаимодействовать. И вам позволят иметь доступ к той информации о состоянии расчета с бюджетом, которая имеется. Вы все это будете наглядно видеться. Сегодня мы приведем демонстрацию, как это все работает. Нам очень важно, чтобы те вопросы, которые накапливаются, которые сейчас появятся в ходе тестирования личного кабинета, как это все будет происходить. Те вопросы, которые накапливаются, во-первых, найти ответы на них. Чтобы с 2020 года мы уже включились в режим работы в нормальном порядке, чтобы все было у нас хорошо. И сегодня Фетисова Маргарита расскажет, как ориентироваться в личном кабинете. Вам огромное спасибо, что вы нашли время, приехали, несмотря на жаркий день. Но, правда, очень приятно вас видеть. Очень здорово, что мы находимся именно в центре тех событий, тех реформ, которые сейчас происходят. И от вас тоже очень многое зависит, как этот механизм будет работать. Если понятно, что когда он заработает, наверняка будут происходить какие-то с ним изменения. И, опять-таки, вот ваша обратная реакция, информация позволит совершенствовать не только этот механизм, но и вообще всю нашу работу. Мы стараемся, чтобы вам было удобно. Основная часть нашего семинара будет заключаться как раз в том, что мы вам покажем, какие технические возможности у вас появятся в связи с введением единого налогового счета и как вы сможете получать информацию о том, что у вас происходит в части уплаты, платежей по конкретным налогам. До введения единого налогового счета у нас такого онлайн-режима не было. Он появляется сейчас. На сегодня мы вам покажем этот макет, вот основной, как работает этот единый налоговый счет. Как вы из личного, своего личного кабинета налогоплательщика можете увидеть информацию о состоянии вашего единого налогового счета. На первом слайде указаны те отрицательные части, которые у нас присутствовали, когда мы работали без единого налогового счета и от чего мы уйдем при переходе на единый налоговый счет. Значит, первое. У нас был очень большой объем платежей. Вы должны были производить оплату в разрезе каждого КБК, каждого КПП, каждого АКТМО, каждого налога. И, соответственно, было очень большое количество налогоплатежек. В платежках было 15, где-то порядка 15 реквизитов, что приводило вот к такому количеству вариантов возможного заполнения платежного поручения. Сейчас у нас в едином налоговом счете в платежном поручении будет всего два реквизита. Это ваше ННН и та сумма, которую вы переводите для уплаты своих налоговых обязательств. Кроме уплаты вы еще сдаете свои налоговые расчеты, декларации, где вы указываете свои обязательства. И, исходя из того, что вы заявили в уплате, с единого налогового платежа будут произведены автоматические зачеты в счет погашения обязательств. Вторая большая была часть, которую нам давала и вам, и нам неудобство. Это некорректное заполнение платежек, которое приводило к тому, что в налогоплательщиках возникала необходимость производить уточнение платежа или производить зачеты с одного налога на другое. Количество неправильных платежей, которые приводили к необходимости выравнивания, составляет более 80 миллионов в год. Вот столько невыясненных платежей, с которыми работает налоговая, чтобы привести в правильное состояние ваши карточки. В результате того, что были некорректные отражения деклараций, платежек и необходимости проведения зачетов между КБК, у налогоплательщиков возникал технический долг. То есть он не реальный долг перед бюджетом, а долг в определенном КБК. И расчет ПИНИ у нас проводился не в целом по состоянию расчета с бюджетом, а по каждому отдельному КБК, что приводило к дополнительной начисленной ПИНИ. Это вот еще одной строчкой отражено здесь, вот излишняя ПИНИ. Когда мы перейдем на единый налоговый счет, у нас будет продолжаться вестись информация в разрезе каждого КПК, КТМО, но при этом у нас будет единый налоговый счет, который будет аккумулировать все уплаты, все возвраты, все начисления. И ПИНИ, она будет начисляться в целом на задолженность налогоплательщиков. То есть если сейчас у нас есть там прибыль, за несвоевременную уплату прибыли ПИНИ по прибыли, сейчас ПИНИ, они будут, грубо говоря, безлики. Это просто санкции за несвоевременную уплату какого-либо налога. Так, значит, и соответственно, меры взыскания, да, вот еще отмечу по поводу сальдирования долгов и переплат, но это из того же направления, что у нас не будет теперь по одному КВК переплата, по другому недоимка. У нас все это будет в единой карточке, будет единая сальда и, соответственно, вот здесь вот как бы я забегу немножко вперед, учитывая, что мы с 1 января 23 года планируется переход на единый налоговый счет, вот в настоящее время надо привести в нормальное состояние ваша сальда по каждому налогу. То есть, если при необходимости заказывайте акции сверки, чтобы у нас, потому что когда мы это все схлопнем в одну карточку, уже будет гораздо сложнее что-либо выберить из тех периодов, которые были до слияния карточек. Так что давайте, вот у нас есть еще полгода впереди, отработаем ваши сальда. Так как у нас будет единое сальдо, либо сальдо переплаты, либо сальдо недоимки, в части сальдо недоимки будет производиться одна процедура взыскания. То есть, если сейчас мы взыскиваем отдельно прибыль, пение, штрафы, здесь будет взыскание, производится общая сумма задолженности налогоплательщика перед бюджетом. Это упрощает механизм, и это самое главное помогает нам своевременно производить, если мы применили приостановку операции по щитам, ее оперативно отменять. Вот в следующем слайде у нас показано, что вообще, что было толчком для того, чтобы разработать единый налоговый счет. Вот правовые предпосылки у нас вот в том числе была судебная практика, если кто-то участвовал в таких судебных разбирательствах. Суд всегда приходил к мнению, что в целом налогоплательщик тоже имеет долг перед бюджетом или не имеет, а рассматривать этот долг в разрезе разных КБК – это не совсем корректно. Перейдя на единый налоговый счет, мы от этой проблемы уходим. То есть налогоплательщик, списав деньги со своего расчетного счета и передав его в бюджет, он исполнит свою обязанность. И, соответственно, только от общего суммы долга и будет определяться, какая пене должна начисляться. Ну, в первом колонке тут показано, что вот на сегодня влечет у нас отсутствие вот этой единой карточки. Значит, множество технологических операций по сортированным долгом, ошибки в платежных поручениях, недостоверное состояние расчетов, начисление пени на технический долг, то есть несуществующий долг и излишние ограничительные меры. Налоговая служба. В каждом государстве у нас своя система налогового учета. И ни одна страна не развивается сама по себе, все мы друг на друга смотрим и пытаемся перенимать положительный опыт. Вот то, к чему мы сейчас приходим, это уже работает в многих странах, тут перечислено. Но учитывая, что это все-таки было достаточно глобальное изменение и в законодательстве, и в технологическом плане, вначале попробовали это сделать на физических лицах. Вы, как физические лица, уплачивающие свои налоги, имущество, землю, транспортный налог, вы могли тоже поучаствовать уже в этом при оплате своих налогов. И уже три года у нас есть возможность физическим лицам оплачивать свои налоги единым платежом. И на сегодня этот процесс, уже как бы мы можем вывести статистику, апробация прошла хорошо. И вот в связи с этим, вот уже переходим на более большую глобальную часть, это юридические лица, чтобы они тоже могли иметь возможность облегчить свой труд в части уплаты налоговых платежей. Значит, ну вот как примерно выглядит вот схема работы единого налогового счета. То есть есть единый налоговый платеж, на который попадает денежные средства. Они попадают путем уплаты вами платежных поручений, перечисления денежных средств на свой единый налоговый платеж. Сейчас немножко отойду. У нас есть 45-я статья, где ранее звучало, что налогоплательщики обязаны самостоятельно оплачивать налоги. Относительно недавнего времени внесены изменения в эту статью. И теперь могут третьи лица производить уплату налогов. Вот теперь единый налоговый счет, он позволяет, как вам заплатить за кого-то налоги со своей единой налоговой платежки, и также кому-то за вас перечислить деньги вам, в уплату ваших налогов. И, значит, вот пополнение единого налогового счета, оно идет за счет ваших платежек, если за вас платят какие-то третьи лица, и если вы сдаете декларации к уменьшению, у вас меняется ранее заявленное обязательство к уменьшению, если вы принесли, и появляются новые переплаты, которые у вас тут же будут после закончания камералки отторожаться на едином налоговом платеже, и которые вы тут же можете, ну, не сами это будет делать, программа автоматически, засчитывать вам в текущие ваши обязательства. То есть, зная, что у вас подошло окончание камералки, что она у вас завершилась без доначислений, вы можете не производить уплату текущих платежей, и рассчитывать на ту переплату, которая у вас образовалась в результате сдачи уточненки. Вот сумму своего платежа вы всегда можете увидеть в личном кабинете, вот что мы далее покажем, исходя из сальдо, который будет у вас сидеть на едином налоговом платеже. Далее, имея какую-то энную сумму на едином налоговом платеже, программа автоматически будет засчитывать его в те обязательства, которые вы заявили. Порядок за счет обязательств будет, вот он показан в правой стороне слайда, то есть, вначале у нас засчитывается недоимка, которая у вас была, за вами уже числится с предыдущего срока, и дальше идет зачет в начисление с текущим сроком уплаты. Если суммы на едином налоговом платеже не хватает на общую сумму обязательств, которая у вас должна быть, зачеты будут произведены пропорционально из имеющейся суммы, пропорционально объему обязательств, которые заявлены. То есть, у вас деньги все равно попадут в каждый налог, в каждое обязательство, которое вы должны в настоящее время оплатить. И только если погашены вот эта первая и вторая очередь, тогда идет погашение пеней и штрафов. До этого мы проводили семинар уже один по поводу единого налогового счета, и очень много было вопросов, связанных и предложений, и невозможности исполнения, что было первоначально заложено и в первом чтении в законопроекте было принято, что у нас срок представления декларации был на 20-е число и уплата на 25-е. На сегодня уже у нас идут изменения, второго чтения пока нет. У нас уже срок представления декларации переносится на 25-е число, а срок уплаты на 28-е. И учитывая, что у нас сроки уплаты были 15-го числа, это вот страховые взносы, да, 20-го числа там платился водный налог, возимый НДС, вот 25-го числа у нас платились там акцизы, ну про игорный бизнес я не буду рассказывать, у нас нет ни у кого игорного бизнеса, акцизы, НДПИ, НДС, и только 28-го у нас платилась прибыль, да, вот эти все переносы, они дают возможность увеличить до 30 дополнительных дней, иметь организации для уплаты налогов. Ну, у нас в другую сторону перенеслись только транспортные, земельные налоги и налоги на имущество, которые платились в последний день месяца до, после истечения отчетного периода. Давай. Ну, здесь вот я хочу, чтобы вы просто визуально еще раз посмотрели, какие сокращения объемов будут происходить в результате того, что мы переходим на единый налоговый счет. Еще раз, значит, первая, нам часть, два реквизита дает возможность упрощения подготовки платежных поручений, избежание возникновения невыясненных платежей и зачетов для урегулирования данной ситуации. У нас уменьшается количество лицевых счетов, у нас уменьшается количество взысканий. Вот сейчас мы с вами перейдем вот к самому интересному моменту, который, ради которого, в общем-то, мы и проводим вот этот семинар, чтобы вы могли визуально на макете, которую Федеральная налоговая служба подготовила, увидеть, как вы сможете работать в личном кабинете, для того, чтобы вы могли проводить те или другие операции со своим единым налоговым счетом. Значит, для демонстрации личного кабинета, вот Марина Владимировна, начальник отдела ОРН, она вам сейчас покажет. Вы должны, самое главное, вот увидеть преимущества личного кабинета. То есть раньше вот при вот этой разработке мы сейчас приходим к тому, что мы налоговые инспектора и вы налогоплательщики, свое состояние будем видеть одинаково. Вы это понимаете, да? То есть у нас это будет в базе в нашей, да? Мы будем видеть эту информацию точно так же, как вы будете ее видеть. То есть у вас фактически, вы будете находиться в режиме онлайна в отношении вашего единого налогового счета. Сейчас мы с вами рассмотрим макет личного кабинета налогоплательщика юридического лица для работы с единым налоговым счетом. Макет у нас представлен в двух сценариях. Это единый налоговый счет при отрицательном сальдо и единый налоговый счет при положительном сальдо. И в том и в другом случае на главной странице личного кабинета мы можем видеть сальдо по единому налоговому счету, предстоящие платежи и общую сумму к уплате. Точно такая же информация предоставляется на главной странице при наличии положительного сальдо. Сальдо по ЕМС, предстоящие платежи и общая сумма к уплате. В случае, если сальдо у нас отрицательное, оно отражается с минусом и подсвечивается красным цветом. С главной страницы можно перейти как к пополнению единого налогового счета, так и, соответственно, перейти на страницу ЕМС. На странице ЕМС в интерфейсе мы видим, опять же, сальдо с кнопкой осуществления пополнения единого налогового счета, предстоящие платежи с указанием ближайшего платежа, его суммы и даты и некоторая информация по налогоплательщику. Рассмотрим с вами порядок пополнения единого налогового счета из личного кабинета налогоплательщика юридического лица. Переходим на страницу пополнения. Пополнять счет можно как свой, так и иного лица. При пополнении своего счета необходимо выбрать сумму пополнения. В данном случае сумма пополнения может быть как по всем платежам, так же может быть выбрана сумма задолженности, так и любая другая сумма. Сумма задолженности у нас с вами состоит из сальдо отрицательного. И предстоящих платежей. Общую сумму задолженности, точнее общую сумму к уплате мы видели с вами на главной странице. То есть отрицательное сальдо, предстоящие платежи, общая сумма к уплате. То есть перейти к пополнению ЕНЭС можно и с главной страницы. Мы выбираем сумму пополнения, формируем платежное поручение. Для этого мы выбираем банковский счет, выбираем номер счета и формируем платежное поручение. Платежное поручение у нас стандартное. Его можно распечатать в PDF. Пополнить единый налоговый счет можно банковской картой. В этом случае все еще проще. То есть мы выбираем только сумму платежа, выбираем карту и говорим «Оплатить». Переходим на страницу внешнего сервиса, производим оплату. Отсюда можно вернуться на страницу ЕНЭС. Точно так же можно пополнить единый налоговый счет и нового лица. Для этого мы должны ввести ИНН. Обратите внимание, что сервис проверяет ИНН налогоплательщика. Если вы ошиблись в его наборе, то сервис вам скажет «Налогоплательщик не найден». Если ИНН выбран правильно, то в этом случае он вам покажет этого налогоплательщика. Выбираем сумму. Производим формирование платежного поручения точно так же с выбором банка, с выбором номера счета и формируем платежное поручение. Здесь мы с вами видим, что здесь уже как получатель фигурирует иное лицо. И точно так же за иное лицо вы можете оплатить банковской картой. То есть проверяем ИНН, указываем сумму, производим оплату банковской картой, выбираем карту и оплачиваем. Интерфейс единого налогового счета предоставляет возможность просмотра сведений единого налогового счета. Здесь отражается информация обо всех обязательствах налогоплательщика с указанием сальдо по каждому конкретному налогу и предстоящих платежей. Если у вас на данной странице есть кружочек со стрелочкой, значит в этом случае мы можем перейти к детализации этих сведений в рамках конкретных КБК, КПП и АКТМО. И мы можем просмотреть конкретно операции по данному КБК. Вот в данном случае мы с вами видим операции по НДС. То есть вот у нас название налога, КБК, КПП и АКТМО. Также указывается статус налогоплательщика. Здесь находятся операции пополнения счета и списания счета. Обратите внимание, что в едином налоговом счете в личном кабинете налогоплательщика юридического лица сальдо отражается снизу вверх. То есть операции по датам расположены не сверху вниз, а снизу вверх. Точно так же мы с вами можем просмотреть другой налог. В этом случае мы видим, что у нас сальдо по налогу сформировалось из двух налоговых обязательств. То есть в данном случае мы видим, что по головному подразделению вот с КПП 52-6101-001 у нас сформировалась задолженность в сумме 2000. И по КПП обособленному подразделению образовалась задолженность 38000. Мы можем детализировать эту сумму. И в этом случае мы с вами можем просмотреть сведения по налогу на прибыль организации, по соответствующему КПП, АКТМО и с просмотром тех операций, из которых сложилась дальная сальдо. Опять же сальдо у нас формируется снизу вверх. Также со страницы единого налогового счета предоставляется возможность просмотра предстоящих платежей в рамках выбранного КБК, КПП и АКТМО. Здесь можно просмотреть как текущее начисление, так и изменение сроков уплаты. Кроме того, на основной странице единого налогового платежа предоставляется сведение об обязательствах, формирующих задолженность. То есть, если мы с вами выбираем задолженность, то здесь у нас, в отличие от всех обязательств, где сальдо у нас может быть нулевой, отрицательный, в задолженности мы видим только отрицательное сальдо. Здесь мы видим, что у нас в задолженности есть пени и налоги. Мы можем просмотреть операцию по пени. Операция отражается каждым днём. То есть, мы видим, как за каждый день у нас осуществляется расчёт пени. В том числе, мы видим, с какого сальдо она осуществляется, по какой ставке и какая сумма пени за этот день начислена. Также отражается сальдо по пени. В данном случае у нас сальдо задолженности. Также мы можем просмотреть по видам обязательств налоги, которые сформировали вашу задолженность. Мы это уже просматривали, но посмотрим ещё раз. То есть, вот у нас налог на прибыль. Мы можем просмотреть, какие операции у нас сформировали вашу задолженность. То есть, в данном случае мы с вами видим начисление по налоговой декларации. Мы видим произведённые уплаты и обнуление сальдо. И мы видим начисление авансовых платежей и их погашение. В данном конкретном случае у нас платёж уплачен не полностью, в связи с чем образовалась задолженность. Кроме того, мы можем посмотреть не только по видам обязательств, то есть в разрезе пени и налогов. Мы можем также их сгруппировать, как все неисполненные обязательства. То есть, в этом случае у нас сразу мы видим неисполненные обязательства в разрезе КБК, КПП и АКТМО. То есть, обе прибыли, страховые взносы и пени. Пени у нас, соответственно, только одна строка, потому что начисление пени у нас производится в общем по единому налоговому счёту. Основная страница единого налогового счёта представляет налогоплательщику информацию о предстоящих платежах. Через сведения, соответственно, о текущих платежах. То есть, сюда в эти сведения у нас попадает информация из налоговых деклараций, из расчётов и из уведомлений. Кроме того, мы можем с вами посмотреть изменения срока уплаты. Вот в данном случае у нас срок уплаты изменён по НДС. Вот здесь у нас указано, какое решение, его номер и дата. Указаны проценты погашения. За погашение, точнее. Предоставлена отсрочка по пени и проценты за отсрочку уже по пени. Из этой страницы можно перейти к списку решений. В данном случае мы видим, что у нас предоставлена рассрочка по налогу и отсрочка по пени. Здесь же можно посмотреть более конкретно принятые решения. То есть, в соответствии с какой статьей они были предоставлены. Период действия и сумма платежа. также сколько погашено и непогашенный остаток. Вот это у нас основные платежи по НДС. То есть, опять же, сумма платежа погашена, непогашенный остаток. Указан ближайший платеж с суммой. Также указаны проценты запользованы бюджетными средствами. Отсюда мы можем перейти в график погашения основного платежа. И в график погашения процентов. также основная страница единого налогового счета содержит информацию об операциях единого налогового платежа. информация предоставляется как в виде списка операций по пополнению и списанию счета. Опять же, информация отображается снизу вверх. отражается отражается период остаток на начало выбранного периода остаток на конец периода и операции в результате которых сложилось сложился такой остаток по единому налоговому платежу. то есть вот здесь у нас есть списание в результате в счет погашения декларации то есть списание в счет уплаты по налогу по начислению декларации представленной за третий квартал. Учет переплаты с налога как мы видели у нас был остаток на начало периода осуществлен возврат денежных средств осуществлен платеж списание счет уплаты по налогу платежи и сальдо которое соответствует сальдо на конец периода. кроме того все операции могут быть сгруппированы по типу. в этом случае у нас опять же отражается период платежа остаток единого налогового платежа на начало периода остаток единого налогового платежа на конец периода что очень удобно потому что вы сразу видите сколько денег у вас на настоящий момент есть на едином налоговом платеже далее вся информация у нас сгруппирована в разрезе поступлений который у нас состоит из платежей зачетов от иного лица и учета переплаты с налогом и списание из единого налогового платежа в том числе это может быть зачет иному лицу возврат денежных средств либо списание в счет уплаты по налогу вся информация может быть детализирована то есть мы можем посмотреть за выбранный период сколько у нас и когда поступили и платежи с указанием сумм и платежных документов мы можем посмотреть от кого у нас поступили денежные средства то есть когда они пришли в какой сумме и кто нам их перечислил а также мы видим учет переплаты с налога вот в данном конкретном случае когда у нас проходит камеральная налоговая проверка и у нас подтверждена сумма она попадает на единый налоговый платеж в поступлении то есть общая сумма поступления у нас составляет 262 тысячи 192 тысячи платежей 60 тысяч зачета и 10 тысяч учета переплаты точно точно также можно посмотреть детализацию по списанию в данном случае мы рассматриваем с вами зачет иному лицу то есть мы видим дату сумму номер заявления о зачете и н н н того лица которому мы отправили наш платеж также в списании мы видим возврат денежных средств то есть соответственно сумма дата сумма дата исполнения уфк и номер дата и сумма заявления о возврате и списание в счет уплаты по налогу здесь у нас информация детализируется в разрезе налогов то есть вот допустим по НДС мы видим какие списания и в какие даты были произведены а также мы видим по каким основаниям то есть везде информация предоставляется снизу вверх то есть вот начисление за второй квартал начислено по графику отсрочки мы с вами смотрели у нас там был платеж оставшийся на 20 тысяч и вот уже идет начисление за третий квартал аналогично раскрывается информация по другим налогам в едином налоговом счете можно посмотреть историю единого налогового счета история налогового счета у нас отражается за каждый день в разрезе и того по налоговому счету налог пеня и при наличии штрафы и процента за каждую дату сальдо можно детализировать и посмотреть из каких операций у вас сложилась данная сальдо то есть здесь мы видим опять же начисление пени за этот день мы видим начисление по ндс мы видим уплату произведенную мы видим начисление страховых взносов кроме того с основной вкладки мы можем просмотреть решение об изменении срок уплаты мы с вами это уже просматривали то есть это можно сделать как из отдельной вкладки так и из предстоящих платежей кроме того на странице единого налогового счета мы сможем с вами увидеть процедуры взыскания обратите внимание что если меры взыскания были приняты то вот здесь вот в сальдо ЕНС показывается маркер который предупреждает что налоговой инспекцией приняты меры взыскания значит в процедурах взыскания мы можем с вами посмотреть требования об уплате сформированные налоговым органом решения взыскания за счет денежных средств об обратите внимание здесь указано основание здесь указано что у вас приостановлены операции по счетам также мы можем просмотреть постановление взыскания за счет имущества ну в данном случае данных отсутствует но если это постановление будет принято то соответственно здесь появятся данные кроме того со страницы единого налогового счета мы можем сформировать часть заявлений и запросов рассмотрим с вами сформирование заявления на отсрочку просрочку для того чтобы сформировать заявление на изменение срока уплаты вам необходимо выбрать форму изменения срока уплаты допустим в данном случае мы с вами выберем отсрочку период выбрать основание платежа изменить срок уплаты можно как по задолженности в этом случае у вас показывается сумма задолженности она сюда подтягивается автоматически вы можете эту сумму изменить выбрать ее меньше а также вы можете изменить срок уплаты предстоящих платежей для этого мы ставим здесь галочку но в этом случае нам необходимо выбрать конкретный список обязательств для изменения срока уплаты здесь мы выбираем КБК КПП АКТМО и сумму предстоящего платежа можно можно выбрать несколько налоговых обязательств документов к заявлению необходимо приложить скан образы документов после заявления заявления может быть подписаны и направлено в налоговый орган заходом рассмотрения заявления налогоплательщик может наблюдать на налогоплательщик отдельной вкладке документ оборот где показываются все заявления направленные в налоговый орган также из личного кабинета налогоплательщика со страниц единого налогового счета налогоплательщик может сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов авансовых платежей по налогам и страховых взносов для этого вам необходимо выбрать КБК КПП АКТМО отчетный период и сумму можно добавить кроме того обратите внимание что налогоплательщику предоставляется возможность загрузки файла уведомления в формате XML вы постоянно проводите платежи допустим по НДФЛ у вас уже есть эта таблица со всеми КБК КПП АКТМО отчетными периодами вам необходимо поменять только сумму и этот файл может быть загружен сюда для автоматического заполнения уведомления если у нас не получилось мы можем загрузить файл повторно записи можно корректировать можно удалить записи с ошибками далее уведомление можно подписать и отправить заходом рассмотрения мы также смотрим на отдельные вкладки документ обороты кроме того в рамках единого налогового счета налогоплательщик может запросить несколько видов справок например запросить справку о сальдо по ЕНС запросить справку об исполнении обязанностей это наша стандартная текущая справка и запросить справку о принадлежности сумм ЕНП то есть вот здесь мы можем посмотреть распределился единый налоговый платеж пойдем по порядку запросить справку о сальдо по ЕНС то есть как вы видите все очень просто нажатием одной клавиши мы отправляем запрос в налоговый орган дальше мы переходим вот на тот самый электронный документ оборот на эту страницу вот здесь наш отправленный запрос мы видим что запрос был получен налоговым органом сформирован ответ который можно просмотреть ответ формируется в формате pdf то есть вот здесь мы с вами видим что мы с вами на дату запроса получили справку о наличии положительного отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика здесь указывается ИНН наименование адрес местонахождения указывается вот то отрицательное сальдо которое у нас существовало на 1 декабря и то что мы с вами видели на начальной странице здесь указана предоставленная отсрочка платежа и указана инспекция которая предоставляет справку дальше можно просмотреть детализацию сведений отрицательного сальдо значит здесь мы видим что сальдо у нас сложилось из налога на прибыль в пене по единому налоговому счету и еще у нас предоставлена отсрочка на сумму 20 тысяч кроме того значит справки о наличии отрицательного положительного сальдо прилагается таблица расчета сумм пеней и здесь мы видим сумму задолженности недоимки на которую начислена пеня ставка по которой произведен расчет дата начала исчисления пеней и дата окончания исчисления пеней то есть вот такая справка наличие отрицательного положительного сальдо может быть получена налогоплательщиком в один клик также налогоплательщиком может быть получена справка об исполнении обязанностей опять же справка формируется в один клик информация о справке мы просмотрим на вкладке документы оборот вот мы запросили с вами эту справку ответ получим справку можно просмотреть в pdf это наша текущая стандартная справка об исполнении налогоплательщиком обязанности ну то есть как всегда мы здесь видим наименование плательщик и на на вот в данном случае он имеет неисполненная обязанность по уплате налогов сборов страховых взносов и указана инспекция в которой он имеет данную задолженность то есть справка абсолютно стандартная и вправо возможно запросить справку о принадлежности сумм единого налоговый платежа Обратите внимание, вот здесь уже вам предоставлен выбор периода, за который вы получаете эту справку о принадлежности сумм ЕМП. Больше, собственно говоря, здесь ничего не указывается. То есть опять подписываем, отправляем и переходим к просмотру полученного ответа. У нас запрос справки о принадлежности суммы отрицательного списальда. Вот мы ее видим в PDF. Вот у нас эта справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве единого налогового платежа. То есть мы видим налогоплательщика, мы видим период. И вот здесь мы как раз с вами просматриваем те сведения, которые предварительно мы просматривали с вами онлайн. То есть вот у нас остаток по счету, вот у нас поступление и списание. И дальше у нас идет детализация по этим размерам. Вот у нас идут поступления в виде платежей на 192 тысячи. Зачет от иного лица на 60 тысяч. И учет переплаты с налога. То есть в данном случае налог на добавленную стоимость в сумме 10 тысяч рублей у нас зашел в единый налоговый платеж. То есть общая сумма поступлений у нас составляет 262 тысячи рублей за данный период. Далее у нас идет раздел по списанию платежей. И там у нас тоже имеется три вида. То есть это зачет иному лицу, когда мы переводим денежные средства иному получателю. Возврат денежных средств на расчетный счет. А также показывается списание в уплату по налогу. И вот здесь уже в этой справке все списания у нас видны целиком. То есть в единой таблице. То есть НДС, прибыль, страховые взносы, налог на имущество. Под каждым КБК подбит итог. И как мы помним, аналогичную информацию мы с вами видели в операциях ЕНП. В том случае, когда мы группировали операции по типу. То есть вот та же самая информация, которую мы с вами просматривали на экране. Теперь мы с вами просмотрели ее в справке. Вот, пожалуйста, у нас здесь идет списание. Только здесь у нас информация детализируется по налогам. По каждому налогу отдельно. В полученной справке. У нас информация по списанию содержала сразу все налоги. Но по каждому налогу у нас был подведен итог. Интерфейс по единому налоговому счету в случае отрицательного сальда мы с вами просмотрели. Мы посмотрели все возможности, которые будут предоставляться налогоплательщику для работы с единым налоговым счетом при наличии задолженности. Обратите внимание, когда у налогоплательщика есть задолженность. У него есть маркеры, которые нам показывают меры взыскания. Которые мы можем просмотреть по этой кнопке процедуры взыскания. И, соответственно, если у нас есть задолженность, то у нас активна только кнопка «Пополнить единый налоговый счет». Кнопка «Распорядиться сальда» при наличии отрицательного сальда нам недоступна. При наличии положительного сальда, то есть это у нас главная страница, то есть опять же мы видим здесь сальда по ЕНС, предстоящие платежи и общую сумму к уплате нулевую, потому что у нас с вами нет задолженности. В этом случае с главной страницы мы можем перейти к пополнению ЕНС, то есть то, что мы с вами рассматривали, пополнение единого налогового счета с помощью формирования платежного поручения и оплаты банковской карты. И можем перейти на страницу ЕНС. То есть здесь мы точно так же, как и в тех операциях, которые мы просматривали при отрицательном сальдо, имеем возможность просмотреть все обязательства, предстоящие платежи, операции по ЕНП, историю, решение об изменении срока уплаты. И здесь нам уже доступны как кнопки «Пополнить счет», так и кнопка «Распорядиться сальдо». Обратите внимание, сальдо у нас положительное в сумме 423 200 рублей. Предстоящие платежи у нас 245 000 рублей. При этом распоряжаться сальдо мы можем в полном объеме, несмотря на то, что предстоящие платежи у нас буквально через 6 дней. Распорядиться сальдо мы можем с помощью заявления о распоряжении путем зачета за иное лицо и заявления о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности. Заявление о распоряжении путем возврата требует указать сумму к возврату. Обратите внимание, что общая сумма у нас была 423 000. Программа учитывает список ранненаправленных заявлений, по которым еще не принято решение. И что заявление рассматривается на полную сумму без учета предстоящих платежей. То есть на данный момент у нас с вами поданы два заявления. Вот одно из них о возврате, другое о зачете. То есть у нас использована часть переплаты. И доступная сумма для возврата у нас составляет 3000 рублей. То есть в заявлении мы указываем сумму, которая меньше или равна имеющемуся остатку для возврата. Банк зачисления и счет. Соответственно заявление нужно подписать и отправить. Распорядиться сальдо можно путем подачи заявления на зачет за иную лицо. Для этого нам необходимо внести данные. Опять же производится проверка. Указывается доступная сумма для зачета. Опять же она у нас показывается с учетом ранее направленных заявлений, но по которым еще не принято решение. Кроме того, распорядиться сальдо можно путем засчета в счет исполнения предстоящей обязанности. В том случае, если вы знаете, что вы будете подавать уточненную декларацию, например, или платить за выездную проверку, вы можете зарезервировать данную сумму. Обращаю внимание, что в том случае, если у вас будет представлена декларация, и в какой-то момент у вас не хватит денежных средств, то есть за резервированные суммы сразу пойдет счет погашения задолженности. То есть по единому налоговому счету не может одновременно существовать переплаты и задолженности. Значит, в заявлении о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности необходимо выбрать КБК, КПП и КТМУ, указывать срок платы и сумму зачета. Опять же, обратите внимание, сумма зачета у нас идет с учетом ранее отправленных заявлений. Соответственно, можно добавлять для полного использования данной суммы. Подписать и отправить. Мы с вами просмотрели макет работы личного кабинета налогоплательщика юридического лица с единым налоговым счетом. Обращаем внимание, что на настоящий момент это еще макет. Вот, то есть, возможно, он будет немножечко изменяться, он будет дорабатываться, но в любом случае все то, что вы здесь видели, будет вам в любом случае предоставлено. То есть, еще раз мы с вами повторяем, что в рамках единого налогового счета вы можете просмотреть все свои обязательства в разрезе налогов, пеней, процентов, детализировать их. Вы можете посмотреть отдельно задолженность и из чего она складывается. Вы можете просмотреть предстоящие платежи в разрезе текущих начислений и платежи по изменению срока уплаты, где можно перейти соответственно к списку решений, просмотреть их, просмотреть графики погашения. Можно просмотреть операции по ИНП, то есть, единому налоговому платежу, историю единого налогового счета, то есть, сальдо за каждый день. Еще раз, в том числе отсюда, посмотреть решение об изменении срока уплаты. И при наличии мер взыскания вы можете посмотреть процедуры взыскания, то есть, требования об уплате, решения о взыскании за счет денежных средств и постановления о взыскании имущества. Кроме того, вы можете сделать определенные запросы, сформировать заявление и сформировать уведомления об исчисленных суммах. Такие же точно у нас возможности предоставляются при положительном сальдо. То есть, формирование всех запросов и заявлений, это возможно. Кроме того, при положительном сальдо вы можете им распорядиться. Ну, соответственно, при положительном счете у вас задолженности нет. То есть, данная информация у вас отсутствует. На этом мы уходим с вами из личного кабинета налогоплательщика, из единого налогового счета и вернемся с вами к рассмотрению тех преимуществ, которые нам дает единый налоговый счет. То есть, обратите внимание, налогоплательщику будет предоставлен онлайн доступ для детализации начислений и уплаты налогов. при этом, вот сейчас мы посмотрели, как это будет реализовано в личном кабинете налогоплательщика юридического лица, но также это будет осуществляться реализацией и в IT-платформах налогоплательщика по открытому API. Значит, нам будет намного проще разобраться с долгом, потому что при погашении задолженности снятие при остановке со счетов осуществляется в один день. Взыскание задолженности осуществляется не как сейчас десятками платежных поручений, точнее, косовых поручений, а одним документом взыскания. Разумеется, платить будет проще. Будет один платеж в месяц и всего два реквизита в платежке ИНН и сумма. Но предположительно, что остальные реквизиты, которые не меняются, у вас уже будут заполнены. То есть вы меняете по факту только сумму и ИНН в случае, если вы платите за другое лицо. Ну и, соответственно, это экономия денег и времени. То есть у вас одно сальдо расчету с бюджетом. То есть вам не нужно следить за тем набором сальдо, который вот у вас сейчас существует. То есть у вас одновременно может существовать переплата по прибыли в трех регионах, недоимка в двух регионах. Вам нужно постоянно за этим следить. Вам нужно постоянно писать заявление там на зачеты, возвраты, уточнение платежей и все остальное. То есть здесь у вас будет одно сальдо расчетов. Закрываться все это будет автоматически. То есть наличие пени при наличии переплаты и недоимки. То есть у нас нету невыясненных платежей, у нас нету зачетов в том понимании, в котором это существует сейчас. То есть по заявлению плательщика или по принятию решения инспектором. То есть все зачеты будут осуществляться автоматически. У нас будет идти один день на возврат. У нас необходима всего лишь одна операция, чтобы передать свою переплату другому лицу. Вот. И у нас нет необходимости получения справок о долге. То есть госорганы сами обменяются информацией о состоянии расчета с бюджетом. Следует сказать, что и представители общественных деловых объединений высказывается позиция о поддержке инициативы и озвучивается готовность малого и среднего бизнеса к внедрению ЕНС. Но следует отметить, что и представители крупного бизнеса также поддержали этот проект и сообщили о готовности к внедрению единого налогового счета. на настоящий момент с 1 июля у нас стартует проект пилотный по единому налоговому счету. Вот сейчас в проект у нас отобран 761 участник. При этом Федеральная налоговая служба обеспечила охват всех участников, которые могут быть. То есть у нас здесь есть и индивидуальные предприниматели, и 489 юридических лиц. При этом не просто юридических лиц, но в данном проекте участвуют и очень крупные налогоплательщики. Вот у нас здесь представлена информация о тех, кто здесь участвует. Соответственно, эти платежщики имеют все известные нам налоги. Эти платежщики имеют значительную просто громадную филиальную сеть. То есть в рамках проекта мы надеемся, что все вот те вопросы, которые у нас сейчас существуют, они будут подняты, отработаны, к ним будут найдены решения и они будут реализованы в программном обеспечении. Значит, основная наша задача вот этого вот вебинара мы хотели вам показать дополнительный инструмент, который появляется у налогоплательщика, если у него есть личный кабинет. как мы выяснили, у нас не все налогоплательщики имеют личные кабинеты, поэтому мы хотим, чтобы те, кто еще ни разу не заходил в свой личный кабинет, все-таки там зарегистрировались, посмотрели те возможности, которые сейчас он представляет и постарались научиться там работать. Не то, чтобы научиться, а просто посмотреть все те возможности, которые он вам дает. Поверьте, он дает достаточно много возможностей для налогоплательщика. Личный кабинет это возможности для налогоплательщика. Это не инструмент налоговой службы, да, то есть это налоговый личный кабинет, это не для нас личный кабинет, это конкретно для налогоплательщика. Это его помощь, это его глаза в налоговом органе значит это то что касается у нас подключение к личному кабинету значит вторая наша задача для чего мы проводим вот эти вот семинары и вебинары то есть нам очень необходимо от вас обратная связь то есть все те вопросы которые вы нам задаете иногда нас ставит просто в тупик потому что мы видим совершенно другие проблемы чем те которые видите вы и нам необходимо вот максимально максимально будет за время проведения этого пилотного проекта то есть все проблемы которые мы видим нам необходимо их донести до службы то есть все что у нас вот было представлено участниками предыдущего бинара который проходил 13 мая все ваши вопросы были собраны и направлены в службу и мы считаем что уже частично мы видим что сроки у нас были перенесены то есть мы считаем что в том числе и за счет того что мы получили от вас эту обратную связь до данная проблема уже решена ну по крайней мере частично то есть возможно если дальше дальше все зависит уже от тех изменений которые будут вноситься в наше законодательство а законодательство сейчас находится состоянии изменения то есть у нас прошло первое чтение мы ожидаем второго чтения и поэтому любые ваши замечания могут быть учтены то есть но разумеется они должны быть не такого нам будет не нравится вот это вот они должны содержать достаточно как бы грамотное объяснение почему это нужно сделать по-другому то есть сейчас у нас вот в рамках проведения вебинаров мы даже этого семинара мы видим что у нас вопросы разделились на две части то есть вопросы которые касаются самого налогового счета единого налогового счета и те вопросы которые у нас возникли в рамках продемонстрированного макета работы личного кабинета к этому налоговому счету ну то есть давайте так мы будем с вами идти то есть те вопросы которые у вас есть по единому налоговому счету вы пожалуйста присылайте но желательно если будут не только вопросы то есть там должны быть объяснение почему это должно быть по-другому и ваше предложение как вы это видите то же самое касается у нас личного кабинета вы поймите что несмотря на то что вот как бы в разработке личного кабинета у нас участвовали в том числе и крупнейшие плательщики но все равно это разработка нами для вас то есть так как мы считаем вам будет удобно но пользователи это вы то есть вы должны если вам что-то неудобно если вам что-то не хватает если вам нужен другой интерфейс вы пожалуйста нам об этом сообщите что вот допустим уже прозвучала вот эта вот информация что нам нужна справка на определенную дату при этом таких возможностей интерфейс нам не предоставляет значит пишите об этом все ваши вопросы будут соответственно собраны направлены в службу обращаем внимание что конечно вот ждать ответов сейчас и моментально вот в течение тех самых 30 дней наверное не стоит вот тем не менее у нас обязательно проводятся квартальные семинары или вебинары то есть очередной вебинар у нас по графику будет в августе месяца мы надеемся что к этому моменту мы уже сможем предоставить вам часть вот информации по тому как идет пилотный проект какие были приняты по нему решения может быть у нас будут какие-то изменения то все что у нас будет мы обязательно будем вам рассказывать то есть обратите внимание информация о вебинарах у нас всегда размещается на странице инспекции там есть вкладка мероприятия для налогоплательщиков вот смотрите то есть до начала вебинара там всегда печатается информация когда он будет проходить если это вебинар там дается ссылка если это семинар то есть там будет приложена информация каким образом вы можете попасть лично на этот семинар и после проведения мероприятия мы всегда выкладываем информацию по проведенному мероприятию в данном конкретном случае у нас тоже будет выложены видеозапись этого вебинара и вот те документы которые мы показываем его рамках очень надеемся что наш рассказ вам помогает немножечко понять что у нас сейчас как бы происходит какие работы у нас ведутся в рамках вот этого единого налогового счета какие возможности службы готовы предоставить налогоплательщику для облегчения его работы и соответственно мы ждем от вас обратной связи когда вы будете писать нам обратную связь вы можете писать ее по ткс вы можете направлять и по электронной почте очень просим в теме сообщений писать ены с для того чтобы мы знали что ну потому что письма нас поступает много для того чтобы ваши предложения ваши вопросы не потерялись вот пожалуйста пишите в теме сообщений ены с надеемся что наш семинар был для вас полезным всего вам хорошего до свидания